Итак, я Андрей Липатов, и сегодня моя первая речь в клубе Автостмастерс. Очень приятная для меня речь, потому что я сегодня буду говорить целых пять минут только о себе, и это не будет никакого эгоизма, абсолютно естественно, и вот что я знаю, что меня будут слушать, по крайней мере, эти люди, которые потом должны будут дать фидбэк на мои выступления. Это такое бывает не всегда. Итак, почему я здесь? Начнем, наверное, с этого. С самого детства, скажу честно, я просто обожал политические речи. Это была моя слабость. И меня завораживала вот эта магия, которая владеет выдающейся оратором над толпой, как они могут вести людей туда, куда они хотят. На самом деле, не только власть над толпой, это была власть над историей, потому что политические речи часто меняли историю. И среди всех политических речей меня одна речь наиболее всегда поражала. Это была речь Марка Антония на похоронах Цезаря. Самое интересное, что вы эту речь, наверное, не найдете никаких в списках этих речей. Но последствия этой речи просто потрясающие. Я сам узнал про нее случайно, когда смотрел сериал «Рим». И там есть такая сцена, когда Цезаря убили, и сидит Марк Антоний вместе с Брутом. Они, по сути, обсуждают изгнание Марка Антония из Рима, потому что он проиграл. Потому что сенат против него, и народ Рим против него. Но Марк Антоний просит Брута дать ему выступить перед толпой, потому что Цезарь был его друг. И Брут зачем-то, абсолютно непонятно зачем, соглашается на это. И на этом сцена заканчивается. Следующая сцена – это когда римская толпа громит все вокруг. Брута изгоняют из города. Потом наступает гражданская война. Брут проигрывает, погибает. Активен Август, племянник Цезаря, становится императором уже Римской империи. И я смотрел этот фильм и думаю, секундочку, секундочку, как это возможно? А что он им сказал такое, что они так взглянились-то? Я полез в Википедию, и я не нашел, потому что сама эта речь не сохранилась. Есть только воспоминания современников. И вот представьте себе, что эти несколько минут, которые Марк Антоний говорил перед толпой, по сути, полностью изменили ход истории. И сделали наш мир отчасти таким, как он есть. Не было бы Римской империи, может быть, не было бы современного мира. Подрождение, может быть, даже христианство, никто не знает. Если бы Марк Антоний был нездоров или не так сильно красноречит, как обычно. Но это ведь еще не конец истории. Ведь мы ведь знаем, что говорил Марк Антоний в той речи. Но знаем не от историков, а знаем от писателя. Потому что Шекспир вложил в устам Марка Антония свою речь, не менее гениальную, чем, возможно, оригинал. Это речь из монолога из трагедии Юли Цезе. Я когда это выяснил, я нашел на Ютьюбе, я нашел в исполнении Марлона Бранда эту речь. И она так потрясла меня, я выучил ее зачем-то на английском языке полностью. И я ходил просто и повторял ее, повторял, потому что это настолько выдающееся было произведение. И вот такой учительный человек выбирает профессию. И профессию он выбрал программиста. Большинство программистов, фрилансеров, то есть домеров. Максимально далеко от риторики, нельзя найти ничего дальше, чем от риторики, чем программистов, фрилансеров. Работал так долго, пока, чтобы не одичать, не сменил немножко направление и построил в нормальную контору, где стал я консультантом по технологиям интернет-рекламы, чем занимает до сих пор. Консультант подразумевает консультирование, как бы разговор с кем-то один, человек два, может быть даже сто. Я очень быстро это освоил. И понял в итоге, что да, я буду говорить, но можно это делать, как бы не приходя в сознание, я бы так сказал. Потому что со временем все это передается темой, вы понимаете сами, какие. Люди не уходят после моих выступлений грабить склады с баннерами, чтобы делать революцию в рекламе. Просто все течет само собой. И так бы оно и текло, если бы параллельно произошло другое событие, а именно моя встреча с человеком по имени Макс Стилен, который стал консультантом по рекламе здесь же в моей организации. А Макс Стилен – это человек, достаточно известный в узких кругах московских состмастеров своей безграничной энергии, прежде всего. И он рассказал мне про тостмастер, потому что первое, что он начал делать, начал продвигать это на работе. И я так воодушевился, что неужели есть такие организации, потому что я же один из вас. Я же тоже как бы оратор, вы понимаете? И я так расчувствовавшись, я ему выпалил этот монолог, который я выучил. Я прямо выпалил ему, помню, за кофе по-английски. Он посмотрел на меня с удивлением, потом говорит, Андрей, ты молодец, но я не понял ничего из того, что ты сказал. Это был первый урок от Макса, что нужно мне немножко поработать над произношением. А второй урок был чуть позже, когда Макс выступил на одной из конференций. Его попросили, даже не то, что попросили, но нужен был спикер срочно. И он сказал, почему бы я не могу выступить? Это была не его тема, не его продукт, все было чужое. Но он взялся, за пару дней подготовился и 30 минут выпалил просто без единой запинки. Перед полным залом людей, директоров крупнейших рекламных агентств страны, он выпалил презентацию. И я тогда понял, как бы, чего он там делает у вас, тостмастерство, что вот это называется мастерство. И этому можно научиться. И я думал об этом долго-долго, откладывал, ленился. Много времени прошло. И все-таки я вот сейчас стою перед вами и уже заканчиваю сейчас свой первый ледокол. Пока что все нормально, мне кажется, идет. И мне нравится, я вижу, что даже некоторые улыбаются. Значит, я делаю не зря. Что будет дальше, я, конечно, не знаю. Я знаю, что я очень многого научусь, потому что я вижу, что есть у кого учиться. И я знаю, что будет очень весело, если я сам этого захочу. И может быть, может быть, есть маленький шанс, что моя сегодняшняя речь, может быть, это первый шаг по дороге к мечте. Так что поживем, увидим. Спасибо. 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 Спасибо.